На AeroCity. Сейчас они повсюду, куда ни глянь. С каждым днём у них всё больше возможностей. А у нас, всё меньше шанс поступить на работу своей мечты. И мне, как человеку с дипломом дизайнера, тоже становится страшно. Неужто на AeroCity заменят и меня. И вроде бы это звучит как простой трёп и надумывание. Однако, вы видели первую ролику? Сделано в Stable Diffusion. Текст, который я говорю, написал чёт GPT. Музыка на фоне. А самое главное, этот текст говорю не я, а лишь модель моего голоса. Ну как, всё ещё не страшно? Однако, цель этого видео не напугать вас. Я хочу донести до вас всего одну мысль, о которой я скажу в конце ролика. А теперь давайте поговорим о том, ради чего мы тут собрались. Сможет ли на AeroCity написать аддон для Garrys Mod? Если вы не знакомы с матчастью, сейчас я вам кратко объясню сложности написания аддона для Garrys Mod. Первое, это определённая структура, которая должна соблюдаться. Каждая папка должна называться строго так, как предполагает игра. Второе, все аддоны пишутся на так называемом языке программирования Луа. Так думают многие. Однако, Garrys Mod использует язык G-Луа. В чём разница? В том, что в G-Луа есть так называемые переменные, например, PLI, то есть Player. Переменная, которая отвечает за данные, получаемые от игрока. Поэтому и возникает большой вопрос, сможет ли нейросеть осилить это. Представим, что я человек, который вообще ничего этого не знает и хочет сделать аддоны. Мы заходим в эту нейросеть и задаем вопрос, как делать аддоны для Garrys Mod, в какую папку класть аддон и какая у них структура. И как мы видим, это и вправду нужная нам структура папок. Папка «Мой аддон» содержит файлы для этого дополнения. Папки «Материалы», «Модели» и «Звук» содержат соответствующие файлы для дополнения. Папка «Луа» содержит «Луа скрипты» для дополнения. Тот .txt файл – это необязательный файл, который может содержать информацию об аддоне. Нейросеть дала нам достаточно точный, а главное верный ответ. Но самое важное, она объяснила, за что отвечает каждая папка. Теперь не будем медлить и попросим ее написать для нас аддон. Самое главное – это идея. Давайте же создадим свэп. Однако с его функционалом поможет нам поделиться эта же нейросеть. Задаем вопрос. Я хочу создать свой свэп для Гаррис Мод. Однако у меня нет идей. Сможешь придумать несколько идей для креативного аддона. И вот нейросеть дала нам 10 вариантов, многие из которых уже кто-то когда-то реализовывал. Однако меня очень привлек вариант под номером 8. Трансформирующиеся оружие. Создавайте оружие, которое может трансформироваться в различные формы. Например, пистолет, который может превращаться в меч или щит. Идея вправду очень крутая, но сможет ли нейросеть реализовать его? Мне очень понравился вариант под номером 8. Ты сможешь написать код для этого аддона? Далее нейросеть дает нам общие шаги, но код она так и не написала. Возможно ее сбил наш изначальный вопрос. Что же делать в таком случае? Просто сбросить историю запроса, создав новый. Теперь нейросеть не знает, что мы пишем аддон. А значит надо ввести ее в курс дела, сформировав очень точный запрос. Вот пример. Я хочу создать аддон для Гаррис Мод. Аддон будет добавлять свэп пистолета, и при нажатии на правую кнопку мыши пистолет будет трансформироваться в лом. Сможешь написать код для этого аддона? И как мы видим, уже пошел результат. Осталось лишь добавить его в игру. В папке лоа со нашим аддоном создаем папку weapons. В ней мы создаем лоа файл. По факту мы можем писать код и в блокноте. Но по хорошему вам понадобится Visual Studio или на край Notepad++. Заходим в файл и добавляем код, который нам сгенерировала на аэросеть. Далее она говорит нам создать текстовый файл аддон. Но как мы помним, это необязательная часть. И теперь, вроде наш аддон готов, так? Давайте зайдем в игру и протестируем его. Итак, как мы можем заметить, категория My Addons есть. А в ней лежит свэп My Gun. Эээээ, ну, это пистолет. Правда, с руками какой-то Troubles. Но главное, что он... Чё-то я прям жжжанул штанину от этого. Что ж, может и быть тогда он трансформируется? Ладно, у нас есть хоть что-то. Но это что-то работает вообще неправильно. Давайте же попробуем провести работу над ошибками. Я исправлю лишь самое банальное. Поменяю тут одну букву. Также надо придумать название. Представим, что у нас фантазии очень туго, а поэтому идем в чат GPT и пишем. Привет, я создаю свой аддон для Горисмод, что добавляет пистолет, который трансформируется в монтировку. Как мне его назвать? Дай несколько вариантов. И вот из всех предложенных вариантов мне нравится 10-ый, Metamorphic Pistol. А значит, так мы его и назовем. Указываю категорию Neira Addon, а автора нашу нейросеть. Остальный код уже должна пофиксить сама нейросеть. Пистолет стреляет как автомат. Исправь код так, чтобы он стрелял как пистолет. И вот решение нашей проблемы. Меняем True на False. Далее у нас фикс трансформацию. Как видно, он уже начал путаться. А значит, время обнулить историю. Формируем запрос заново. Однако теперь нам нужно приложить код самого аддона, чтобы сетка понимала, что нам нужно менять. Вот теперь, кажется, все поменялось. Сохраняем код, перезаходим на карту и проверяем. Вот, исправленная пушка у нас в руках. Вы готовы? Так, автоматически огонь убрался вместе с анимацией. Но это не важно, давайте же проверим трансформацию. Знаете, я сплю и вижу, как это нарастить и уже заменять кодеров. А если серьезно, то что, бля... Как связана трансформация в монтировку с выстрелом дробью? Так, давайте попробуем исправить. Итак, он нам советует добавить функцию, которая по идее должна превращать пистолет в монтировку. Кажется, опять ничего не вышло. Однако, если мы посмотрим на нас со стороны, то... Он меняет анимацию, а значит мы на верном пути. После долгих попыток исправить трансформацию, я наконец-то смог добиться того, что мне нужно было. Вот такой код у нас вышел. И теперь, как мы видим, пистолет стреляет как надо. Перезаряжается, а при нажатии на правую кнопку мыши трансформируется в монтировку, которая имеет все функции лома из Half-Life 2. Мы пришли к остыльному варианту. Во время нажатия правой кнопки мыши, игра отбирает у нас пистолет и дает нам монтировку. То есть, это другой свэп. И наоборот. За кадром я сделал еще несколько аддонов, а именно три простых свэпа и одного NPC. Вот вам краткий обзор, а хотя... Я же не умею делать обзоры. Значит, позову того, кто в этом мастер. Всем снова привет, с вами Блэк Ники, и это обзор на нейроаддоны. Итак, сегодня у нас три свэпа. Погнали. Первый у нас это проб-шутер. Простая монтировка, которая спаунит кучу бочек, а правая кнопка мыши их взрывает. Второй на очереди свэп под названием Gravity Gun Plus, и он не имеет ничего общего с фис-пушкой. При нажатии на правую кнопку мыши телепортируют вас туда, куда вы посмотрите, а левая кнопка мыши сработает только если вы наведетесь на скайбокс. И когда мы активируем, то оказываемся в рандомной части карты. Третий свэп, это Гуньков Ган. Правая кнопка мыши меняет местами все пропы на карте и удаляет небо. А левая телепортирует вас на рандомную карту. Далее у нас NPC. Дружественный комбайн. Это просто комбайн, который не стреляет в вас. А самое главное, он взрывается при смерти. Вот это да! Вот так аддоны! И вот мы пришли к моменту, когда стоит задать себе вопрос. Так значит все? Кодеры больше не нужны? Даже аддоны на Горисмод делает наэросеть. Все бы ничего. Однако... Наш метаморф Ган работает раз через раз. Фис-пушка зачастую телепортирует вас вообще в случайную точку скайбокса. А дружественный NPC ломает всех других NPC при установке. Многие беспокоятся, что наэросети это зло. И оно рано или поздно заменит нас. Дизайнеров, художников и иллюстраторов заменит Миджорни. Программистов и врачей. Чат GPT. Однако это не так. Оглядываясь на историю человечества, можно понять, что наэросети это не то, что пришло заменить нас. Люди боятся всего нового. Боятся перемен. Но человечество постоянно что-то изобретает. Калькуляторы не стали заменой математиков. Станки на заводах не стали заменой рабочих. Фотоаппараты не заменили художников. Все это помогло убрать мастерам своего дела рутинную работу. Кто-то возразит мне, сказав, что робот научился превращать кусок холста в шедевр искусства и писать симфонии. На самом деле нет. Всему этому его научили люди. Нэросеть станет помощником той, кто сможет убрать рутинные дела, чтобы человек творил и уделял внимание главному. Миджорни может стать тем, кто даст дизайнеру новый взгляд на старые вещи. А Чат GPT поможет кодерам искать ошибки, совершенные из-за человеческого фактора. И как только мы примем это, возможно, мы на миг приблизимся к будущему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...